На проспекте Ленинского комсомола в городе Видное возведен храм святителя благоверного князя Александра Невского. В канун празднования Дня города и 85-летия Ленинского района в нем была совершена первая литургия. Жители этой части города давно изъявляли желание иметь церковь именно здесь, где когда-то стоял обелиск с именами погибших солдат деревни Жуково. Колокольный звон теперь оглашает и западную часть города при въезде со стороны Нижнего проспекта Ленинского комсомола. Здесь возведен новый храм во имя благоверного князя Александра Невского, покровителя воинов. В нем в преддверии Дня города, в престольный праздник, по благословению владыки Ювеналия, была совершена первая божественная литургия. Это очень большое событие для нашего города, и я рада, что смогла посетить этот храм. Очень довольна. А потом храм все-таки в честь нашего благоверного князя Александра Невского. Так что он же тоже воин. Так что будем молиться. Будем молиться, пока нас ноги носят. В день первой божественной литургии в храме собралось очень много жителей. Светлана Гоморова с маленьким сыном Алешей тоже пришла. Она помнит, как когда-то на месте храма стоял обелиск с именами погибших воинов в деревне Жуковка. Мы еще когда учились в школе с подругами, у нас в панирике принимали, мы всегда ходили к этому памятнику. У меня была подруга, Светка, Зарцова. И вот мы с ней дали такой обед у этого памятника еще, чтобы ни курить и ни пить. Я здесь живу, и мне приятно, что люди когда возмущались, что убрали памятник. Но этот храм, он гораздо серьезнее для людей, тех, которые отдали свои жизни. И Александр Невский – это наш защитник, объединитель нашей Руси. Храм на проспекте Ленинского комсомола во имя благоверного князя Александра Невского построен при поддержке администрации городского поселения Видно и благотворителей довольно в короткие сроки. Мы очень сильно надеемся, что к майским праздникам следующего года, к юбилею Великой Победы, мы закончим уже и храм в полном объеме, закончим и возведение памятника рядом с храмом воинов Великой Отечественной войны. К 70-летию Победы будут благоустроены и территории вокруг храма и церковного дома. Людмила Медведева, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.